Долго рассуждать. А что об этом долго рассуждать? Не смотреть. Не смотреть. Потому что я, например, человек не всегда, но часто впечатлительный. И посмотрев, как люди живут там или сейчас в это время, что происходит там, что происходит там. Я стараюсь не смотреть просто. Не в смысле, что, ах, я лучше посмотрю мультик, не буду ничего знать про это. Знать, конечно, надо, потому что, опять же, мама правильно говорит, как ты живешь в стране, надо знать, я согласен. Но я больше, опять же, открываю интернет, и вот там же есть Яндекс, пожалуйста, Mail.Root, реклама, может быть, и нужно говорить эти названия. Но в интернете есть основные новости, мне вот этого хватает. Когда я попадаю на новости по телевидению, я сейчас могу смотреть, мне интересно. Но когда совсем политически, вот когда диктор говорит, а я, ну совсем я, вот у меня прям отключается, я не понимаю категорически. Я просто не смотрю. Поэтому, наверное, меньше смотреть. Бывают же люди впечатлительные, бывают солдаты, которые посмотрели, спать легли, ничего. Пофиг, извиняюсь за сленг. Поэтому не смотреть, себя немножко ограждать. И еще правильно есть такая к этому же, можно сказать, тема, когда много информации, но это касается не только телевидения, интернета, а вообще жизни, дозировать информацию. Потому что когда их в голове миллион, это, 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 мешать это все достаточно опасно. Вот даже встреча с друзьями, что с одним, со вторым, с третьим, а теперь это просто. Так же, как, например, концерты. Почему не просто три концерта подряд там? Я думал, что под Новый год, а, можно покосить, так сказать, поехать. Нет, нельзя, потому что это эмоциональные затраты. Поэтому себя ограждать по возможности от этого.